Житие праведного и многострадального Иова Память девятнадцатого мая по новому стилю Святой праведный Иов по рождению своему происходил из племени Авраамова. Жил он в Аравии. Местом пребывания его была земля Хусь, которую населяли потомки Утса, племянника Авраамова, сына первенца Нахора, брата Авраамова. Иов был человеком истины. Он отличался безукоризненным поведением, справедливостью, с доброжелательством ко всем и благотворительностью, а всего более богобоязненностью с соблюдением невинности своего сердца и удалением от всякого злого не только в делах своих, но и во внутренних помышлениях. У него было семь сыновей и три дочери. Известен он был в своей стране и богатством. У него было семь тысяч овец, три тысячи верблюдов, пятьсот пар валов, пятьсот ослиц и множество слух. Принимал он живое и деятельное участие в жизни своих соплеменников и оказывал большое влияние на дела общественные, ибо по всему Востоку он был в великом почете за свое благородство и честность. Сыновья Иова, хотя и проживали каждый отдельно в своем шатре, доме, но питали в себе столь крепкую взаимную любовь и жили в таком согласии между собою, что никогда не дозволяли себе есть и пить раздельно, помимо своего родственного сотружества. Каждый день по очереди они делали у себя пиры и проводили время в братском кругу вместе со своими сестрами, среди невинных увеселений, свободных от всяких неумеренностей, чуждых пьянства и бесчинений. В собраний неблагочинных не допустил бы и добрый и праведный отец их, но так как пиры детей Иова были выражением их братской любви и тихого благонравия, то праведный муж не только не запрещал их, но даже поощрял, утешаясь семейным миром. Каждый раз по прошествии семи дней, по окончании очередных братских собраний Ио предлагал своим детям тщательно, по искренней совести проверять свое поведение. Не погрешает ли кто-либо из них против Бога словом или помыслом, ибо он весьма боялся Бога, но боялся не страхом раба, а опасением сыновней любви, и внимательно наблюдал и за самим собою, и за домом своим, чтобы не случилось у них чего-либо такого, что прогневляет Господа Бога. Впрочем, богобоязненный праведник не ограничивался только наблюдениями за своими домочадцами и увещаниями к ним, чтобы проводили они жизнь непорочную, чтобы никто из них и в мыслях не погрешал предсоздателям своим. Но всякий раз, когда оканчивался круг пиршественных дней, Ио в присутствии всей семьи ранним утром приносил жертвы всесожжение по числу всех детей своих и одного тельца за грех о душах их. — Ибо, — говорил он, — может быть, сыновья мои согрешили и похулили в сердце своем Бога. Так делал Ио во все такие наручатые дни. В одно время, когда на небе ангелы Божии и хранители рода человеческого собрались пред престолом Вседержителя Бога, чтобы предстательствовать пред Ним своим ходатайством за людей и принести Ему человеческие моления о всяческих жизненных нуждах, пришел между ними и дьявол, клеветник и искуситель рода человеческого. Сатана, низверженный с неба по пущениям Божиим, явился там среди ангелов, не изменив своей падшей природе, не по доброму желанию ходатайствовать о благе, а для того, чтобы изрыгнуть свое озлобление и похулить добро. Сатанинская гордыня в своем внутреннем ослеплении никогда не мирится с истинною, не усматривает радостного мира в смирении и покорной преданности воле Всеблавого Бога. Она смело вносит переоценку существующего по своему мрачному взгляду и в чуждую ей святозарную область жизни божественной, дерзко измеряя все мерою своего самомнений. И сказал Господь Сатане, представшему вместе с ангелами, — Откуда ты пришел? Сатана отвечал, — Я ходил по земле и обошел ее всю. Господь сказал ему, — Обратил ли ты внимание свое на раба моего, Иова? Не найти на земле другого человека, который бы, как он был так непорочен, справедлив, богобоязнен, чужд всякого порока. На это Сатана отвечал Господу, — Разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли бережешь его? Не ты ли кругом оградил и дом его, и все, что у него? Ты благословил дела рук его и стада его умножил и распространил по земле? Но простри руку твою и коснись того, что есть у него, отними то у него. Тогда увидишь, станет ли он благословлять тебя. Тогда Господь сказал Сатане, — Все, что есть у него, я предаю в твои руки, делай по воле твоей, только его самого не касайся. Сатана отошел от лица Господня. Был день, в который сыновья и дочери Иова пировали в доме старшего брата. И вот приходит вестник к Иоу и говорит, — Валы твои в поле попарно под ермом пахали, и ослицы паслись подли них. Вдруг напали совияне и угнали их, а слух перебили. Спасся только я и прибежал донести тебе. Пока говорил этот, приходит другой вестник к Иоуу и рассказывает, — Огонь упал с небес, и попалил весь мелкий скот и пастухов. — Спасся я один и пришел сказать тебе. Еще не кончил этот своей речи, приходит новый вестник и доносит. Подошли халдеи, разделившись по три отряда, окружили верблюдов и угнали их, а слух перебили. — Спасся я один и пришел возвестить тебе. Еще этот говорил, вот приходит иной вестник и сказывает Иоуу. — Сыновья твои и дочери твои пировали в доме старшего брата своего. Вдруг страшный вихрь понесся из пустыни, обхватил дом с четырех углов и обрушил его на детей твоих. Все погибли. Спасся только я один и пришел известить тебя. Выслушавши одну за другой эти ужасные вести, Ио встал в знак тяжелой скорби своей, разодрал верхнюю одежду свою, острил голову свою, пал на землю и, преклонившись пред Господом, сказал. — Наим я вышел из чрева матери своей, наим и возвращусь в чрево матери земли. Господь дал, Господь и взял. Как угодно ему так и сделалось. Да будет имя Господне благословенно. Так во всем этом Иов не согрешил пред Богом ни одним безрассудным словом. Был день, когда ангелы Божии опять предстали пред Господом. Между ними пришел опять и сатана. И сказал Господь сатане, — Откуда ты пришел? Сатана отвечал, — Я был на земле и обошел ее всю. Господь сказал ему, — Обратил ли ты внимание свое на раба моего, Иова, нет на земле человека, который был бы подобен ему. Так он добр, правдив и благочестив, так он далек от всего злого. И при постивших его несчастьях он и доселе остается тверд в своей непорочности, а ты возбуждал меня против него, чтобы погубить его безвинно. И отвечал сатана Господу и сказал, — Кожу за кожу, а за жизнь свою человек отдает все, что есть у него. То есть в чужой коже человеку страдать можно. В чужой коже удары не так чувствительны, даже снятие этой кожи сносно, не болезненно для него, и он может оставаться спокойным. А вот попробуй коснуться его собственного тела, простри руку твою и коснись кости его и плоти его, и увидишь, благословит ли он тебя. Тогда Господь сказал сатане, — Вот он в руке твоей, я попускаю тебе сделать с ним, что захочешь, только душу его сбереги, не посягай на основу его существа свободное изволение. Сатана отошел от лица Господня и поразил все тело Иова страшною проказою от подошвы ног его по самой теме головы. Страдатель должен был выселиться из среды живых людей, так как был нетерпим между ними, по заразительности охвативший его болезни. Тело его покрылось отвратительными, смрадными струбьями. По всем составам развивался жгучий внутренний огонь. Сидя вне селения, в пепле и обломком черепка, скоблил свои гнойные раны. Все соседи его и знакомые отстранились, оставили его. Даже жена его утратила сострадание к нему. Спустя много времени она в состоянии отчаяния сказала однажды Иову. — Да коли ты будешь терпеть, вот подожду еще немного в надежде спасения моего. Ибо погибли с земли память твоя, сыновья и дочери, болезни чрева моего и труды, которыми напрасно трудилась. Сам ты сидишь во смраде червей, проводя ночь без покрова, а я скитаюсь и служу, перехожу с места на место, из дома в дом, ожидая, когда зайдет солнце, я, чтобы успокоиться от трудов моих и болезней, которые ныне удручают меня. Не упорствуй, не отстаивай неуклонно свою непорочность, но скажи некое слово к Богу, похули его и умри. В смерти ты найдешь освобождение от своих страданий. Она избавит и меня от мучений. Так просто и естественно, по-видимому, даже удовлетворительно разрешала жена Иова для него и для себя вопрос о жизни, не простираясь далее земного понимания ее значения и назначения. По внушению сатаны кожу за кожу, измученная и усталая нравственно, она готова была погасить последний светоч истинной жизни. Похули, Бога, и умри. Не так, однако, рассуждал о своем состоянии сам страдалец, Ио, смотря на свою человеческую природу не с точки зрения узкого себя любви. С сожалением взглянув на жену, он сказал ей, — Зачем ты говоришь так, как одна из безумных жен? Если доброе мы принимали от Бога, то неужели злого мы не стерпим, не будем принимать? И в этот раз, таким образом, Иов не согрешил пред Богом. Уста его не произнесли ничего хульного на Бога. Слух о несчастье, постигшем Иова, распространился по окрестным странам. Три друга его — Ерефас, феоманитянин, Вилдад, сафхиянин и Сафар, наамитянин. Осведомленные о злополучии его собрались вместе, чтобы идти утешать страдальца, разделив его скорбь. Но, приближаясь к нему и не узнавая его, потому что лицо его представляло сплошной гнойный струп, они еще издалека от ужасов скричали и зарыдали, разодрали каждый верхнюю одежду свою и в сильной горести бросали пыль кверку над головами своими. Семь дней и семь ночей провели они потом, сидя на земле, насупротив своего друга и не промолвив ни одного слова, ибо видели они, что страдания его весьма велико и не находили средств утешить его в таком состоянии. Томительное молчание это было прервано самим Иовом. Он первый открыл уста свои, проклял день своего рождения и выразил глубокую скорбь о том, зачем ему дано было увидеть свет, который теперь покрыт для него мраком. Зачем дана ему жизнь, когда она для него является безотрадным мучением? — Ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня, — говорил страдалец. — И страшное, чего я боялся, то и пришло ко мне. Нет мне мира, нет покоя, нет отрады. Тогда в разговор с ним вступили и друзья его, хотя своими рассуждениями, которыми они хотели утешить его, только еще более отравляли нас и страдавшееся сердце его. По своему искреннему убеждению, по своей вере, что правосудный Бог награждает добрых и наказывает злых, они почитали за неоспоримое и несомненное, что если кто подвергается несчастью, тот грешник, и чем больше это несчастье, тем значит мрачнее это греховное состояние. Потому и об Иове они думали, что у него существуют какие-либо тайные грехи, которые он умел искусно скрывать от людей, из-за которых селищий Бог и наказывает их друга. Они дали почувствовать страдальцу с самого начала своих разговоров и потом в продолжении длинных своих рассуждений убеждали его сознаться и раскаяться в своих преступлениях. Иов в сознании своей непорочности, при всей по-видимому убедительности речей, почитал себе внутреннодалеким от того, чтобы признать их рассуждения справедливыми. Всею силою невинности защищал он свое доброе имя. Доколе будете мучить душу мою и терзать меня речами своими. Вот уже раз десять и вы страмили меня, и не стыдитесь терзать меня. Жалкие утешители, будет ли конец ветреным словам вашим? Иов разъяснял своим друзьям и уверял их, что он страдает не за грехи, но что Бог по своей непостижимой для человека воле посылает одному тяжелую, а другому счастливую жизнь. Друзья Иова, полагавшие, что и Бог поступает с людьми по тем же законам возмездия, по которым произносит свой суд и человеческое правосудие, не убеждались его оправдательными словами, хотя и прекратили свое обличение, направленное против него, и перестали отвечать на слова его. В это время принял горячее участие в общем разговоре молодой витани некто Елиуй, сын Варахайхиилов из племени Рамова, вузитянин, с пламенным дерзновением он ополчился на почтенного возрастом страдать за то, что тот оправдывал себя в свою невинность больше, нежели Бога, воздавая создателю справедливость, недоступную человеку. И этот собеседник усматривал причину страданий Иова в его порочности, хотя бы и незаметной для взоров людских. Бог могущественен и не прозирает сердца сильного крепостью. Он не поддерживает нечестивых и не отвращает очей своих отправедников. Но ты, — говорил Елию Иову, — ты преисполнен суждениями нечестивых, ибо по твоему суждению наказание, посланное тебе от Бога незаслуженно, но весь суждение и осуждение близки, так близко соприкасаются между собой, тобой. Наконец страдалец обратился с молитвой к Богу, чтобы он сам засвидетельствовал о его невинности. Действительно, Бог явился Иову в бурном вихре и укорил его за намерение требовать отчета в делах мироправления. Вседержитель указал Иову, что для человека весьма намного непостижимого в явлениях и творениях даже одной видимой окружающей его природы, а после этого желание проникнуть в тайны судеб Божьих и объяснять, почему он поступает с людьми так, а не иначе. Такое желание представляет собою уже дерзкую самонадеянность. — Кто сей, омрачающий проведение словами бессмысла, — вопрошал господь Иова из бурного вихря. — Припаяшь ныне чресла твои, как муж, и отвечай, где был ты, когда я полагал основание земли. — Скажи, если знаешь, на чем утверждены основания ее или кто положил краеугольный камень ее при общем ликовании светил в небесных и радостных хвалебных восклицаниях сынов Божьих? Давал ли ты когда-нибудь в жизни своей приказание утру и указывал ли место заре? Знаешь ли ты уставы неба? Можешь ли возвысить голос твой к облакам? Можешь ли посылать молнии? Ты хочешь, неспровергный суд мой, обвинить меня, чтобы оправдать себя? Такая ли у тебя мышца, как у меня? Укрась себе величием и славою, облекись в блеск и великолепие, и злей ярость гнева твоего. Посмотри на все гордое и высокомерное, и смири его, сокруши сильных нечестивых в местах их. Тогда и я признаю, что десница твоя сильна, чтобы защитить тебя. Состязующийся Содержителем, обличающий Бога, пусть отвечает ему. И отвечал Ио Господу и сказал. Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое неизменно. Кто сей помрачающее провидение, ничего не разумея? Это я, говоривший о том, чего не понимал, о чудных для меня делах, которых я не знал. Я слышал о тебе прежде только краем уха своего. Теперь же мои глаза видят тебя. Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле. Я ничтожен. И что я буду отвечать тебе? Полагаю руку мою на уста мои. И после того повеление от Господа друзьям Иова, чтобы они обратились к нему и просили его принести за них жертву. Ибо только лицо Иова сказал Господь Елефазу Фи-ма-нисянину. Я приму, дабы не отвергнуть вас за то, что вы говорили обо мне не так верно, как раб мой Иов. Друзья исполнили это Господне повеление и привели к Иову для жертвы семь тельцов и семь овнов. Иов принес жертву Богу и помолился за друзей своих. Бог принял его ходатайство за них, возвратил ему самому телесное здоровье и дал ему вдвое больше того, что он имел прежде. Родные и все прежние знакомые Иова, услыхавшие об его исцелении, пришли навестить его и соутешиться и порадоваться с ним, и каждый из них принес ему дар и золотое кольцо. Господь же ущедрил Иова своим благословением. У него было после того четырнадцать тысяч мелкого скота, шесть тысяч верблюдок, тысяча пар волов и тысяча ослиц. Родились у Иова вместо умерших и семь сыновей и три дочери. И на всей земле не было таких прекрасных женщин, как дочери Иова. И дал им отец их наследство между братьями их. Господь не удвоил количество детей Иова, как Он удвоил его пастушеские богатства. Это потому, чтобы не подумал кто-либо, что его первые дети, умершие, погибли совсем. Нет, они хотя и умерли, но не погибли. Они восстанут в общее воскресенье праведных. Иов, после терпеливо перенесенных им испытаний, прожил сто сорок лет. Всего он жил на земле двести сорок восемь лет. И видел он потомство свое до четвертого рода. Умер он, насыщенный днями в глубокой старости. Ныне же он живет жизнью нестареющейся и неболезненную в царстве Отца и Сына и Святого Духа, единого в Троице славимого Бога. Ибо еще среди понесенных им на земле несчастье он уже видел, как и Авраам, великий день Господень. Видел его и радовался. — Я знаю, — говорил он, пораженный смрадной язвой, — знаю, что Искупитель мой жив. И он восставит из праха в последний день распадающуюся кожу мою сию. И я во плоти моей узрю Бога. Я узрю его сам. Мои глаза не глаза другого увидят его. Чаянием сего истоевает сердце мое в груди моей. Это исповедовал праведный Ио пред своими друзьями, внушая им бояться не телесных страданий и лишения благ земных, а меча Господня, гнева Вседержителя, который есть отмститель неправды. — Знайте, что есть суд, — вещает он в наставлении нам, — суд, на котором оправдается только имеющий истинную премудрость, страх Господень и истинный разум, удаление от зла. Святой праведный и многострадальный Иов, моли Бога о нас! Субтитры создавал DimaTorzok